Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге чисел. И сегодня мы читаем восьмую главу. Здесь две темы – о светильнике в Скинии и другая тема – очищение и посвящение левитов. С 1 стиха по 4. Цветов чеканной по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Вот на эти слова я всегда обращаю внимание. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. То есть Господь как бы показывал небесное святилище, в котором были вот эти образцы. Вот нечто подобное мы видим в начале книги Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, с 10 стиха и ниже. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я из Альфы и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу». «И пошли к церквам, находящимся в Осии и Эфесе, и в Смирне, и в Пергаме, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладыкию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облаченного в падир». Здесь мы видим Христа в этом святилище, посреди семи золотых светильников в одежде падир. Падир – это длинная одежда иудейских пиросвященников. То есть то, что делал Моисей на земле, это отражение небесного святилища в некотором смысле. Далее идут законы очищения и посвящения левитов. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты». Давайте посмотрим комментарий. Это Патерий, епископ Бреши, компилятор трудов Григория Великого, Папа Римского, Двоеслова. «Волосы на теле есть нечто излишнее, свойственное человеческой поврежденности. Волосы на теле – это помышления о ветхой жизни, которые мы так отсекаем от души, что о потере их не испытываем никакого сожаления. Ибо левитом называется допущенный. Стало быть, следует левитам сбрить все волосы на теле, потому что допущенный к божественным службам должен пред очами Божьими быть чистым от всех плотских помышлений, чтобы ум его не источал недозволенных помышлений и не портил ими, как будто обильными волосами прекрасного вида души». Вот так Патерий объясняет, почему надо было левитам сбрить все волосы, прежде чем приступить к служению. Восьмой стих. «И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничные муки, смешанные с елей и другого тельца возьми в жертву за грех». То есть левиты должны были прежде всего принести жертву за свой собственный грех. «И приведи левитов пред Скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Ронжи пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу». То есть священник совершает служение от лица всего народа Божия. То есть оно персонально ему не принадлежит. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов». То есть, чтобы очищать других людей, надо самому очиститься. «И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». После сего войдут левиты служить скини и собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их». То есть только посвященный закону рукоположенной считается членом сугубого священства. Есть всеобщее священство, это все верующие, а есть сугубое, трехчинное – деканат, пресвятариат, епископат. Это уже в христианском измерении. «Тогда были левиты и священники, и первосвященник. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна. Я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота, в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе». И если животное, надо было первенца приносить в жертву Богу или платить сумму соответственно этой жертве по цене, люди все были посвящены первенце тоже Богу, но вместо всех колен Бог первенцами объявил левитов. И неважно, там левит первенец или второй ребенок, третий, они вместо всех первенцев еврейского народа. Господь говорит, я осветил их себе. «И взял левитов вместо первенцев у сынов Израилевых, и отдал левитов Аарону и сынам его, из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службу за сынов Израилевых при скине и собрании». То есть они живут для службы, они ее и совершают, но от лица народа. «И служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу». То есть они оберегают обычных евреев, скажем так, мирян, чтобы те невольно не совершили бы какого-то святотатства. «И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скине и собрание пред Аароном и пред сынами его, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними». Действительно, в Священном Писании говорится о том, что священнослужитель должен быть сам чистый, непорочен. А если у него есть грехи, он первый приносит жертву за свои грехи. То есть священник – это первый человек, который первый кается в храме, первый ищет прощения у Бога. Если бы я не верил, например, в прощение грехов, я никогда бы не стал священником. И мне это говорили многие другие священники. Далее, 23 стих и до конца. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о левитах от 25 лет и выше должны вступать они в службу для работы при скине собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать». Ну, не совсем так. Священники – они тоже левиты. Первосвященник служил до смерти. Самое главное действующее лицо – богослужение. И день его смерти – это был день амнистии. Но здесь больше говорится именно о левитах, не священниках. Тяжелую работу до 50 лет. То есть в 50 лет они уходили на пенсию, скажем так, на обеспечение своими семействами. Получается, что в библейском понимании время наступления пенсии значительно раньше, чем по светским законодательствам в разных странах. «Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу, то есть легкая работа, при скине собрания. Работать же пусть не работают, никакого тяжелого труда они не делают. Так поступай с левитами касательно служения их». Итак, сегодня мы с вами прочитали восьмую главу. И давайте посмотрим по поводу возраста. Патерий, опять же, Патерий, епископ Бреши. «Что подразумевается под 25-м годом, когда цвет юности распускается, как небрань против каждого порока? И что выражается 50-м годом, когда наступает юбилейный покой? Каждые 50 лет в еврейском народе объявляли покой Земле, амнистию полную, как невнутренний покой по окончанию брани. А что прообразуют сосуды скиний, как недуши верных? Стало быть, левиты пусть служат при скинии, начиная с 25-го года, а начиная с 50-го пусть будут хранителями сосудов. Надо понимать за тем, чтобы те, кого еще берет натиск пороков, соблазняющихся наслаждением, не дерзали брать на себя попечение других. То есть только человек в возрасте 50 лет может заниматься духовничеством. Вот объяснение Патерия, который был компилятор трудов Григория Двоеслова. Он считает, что раньше заниматься сосудами, то есть людьми, которых одолевают пороки, не может человек, потому что он до 50 лет еще подвергается многим и многим искушениям. Итак, сегодня мы окончили с вами чтение 8-й главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 9-ю главу книги чисел. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok